Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Дорогие друзья, сегодня мы берем комментарии и интервью о происходящем в Беларуси у Натальи Радиной, которая является главным редактором сайта интернет-ресурса «Хартия-97». Это оппозиционная белорусская СМИ, которая действует, я так понимаю, правильно сказать, что она действует сейчас из Польши, да, в основном? Сейчас из Варшавы, из Вильнюса, и люди подпольно работают в Беларуси. И люди подпольно работают в Беларуси. Ну, вот такие вот реалии сегодняшней Беларуси. Это самое популярное интернет-издание, оппозиционное интернет-издание Беларуси. Я так понимаю, что в Беларуси не так просто зайти на «Хартию». Ну, власти блокируют уже более двух лет, но люди обходят блокировку. Перез ВПН и прочее, да? Перез ВПН, да, и прочие способы обхода. Поэтому сейчас мы по-прежнему остаемся одним из самых популярных интернет-ресурсов Беларуси. Вы возглавляете, вы главный редактор уже практически почти 20 лет. Я была редактором и журналистом сайта «Харти» с 2001 года. В 2010 году, когда был убит основатель и главный редактор сайта «Харти» Олег Бебенин, я стала главным редактором. Расскажите, как погиб главный редактор и основатель сайта? Ну, это произошло за несколько дней до объявления президентских выборов в Беларуси в сентябре 2010 года. Сами выборы состоялись 19 декабря. И Олег сначала пропал, то есть мы долго не могли его найти, несколько дней. А потом выяснилось, что его тело нашли его друзья у него на даче. Он был повешен. На теле были следы избиений. Мы убеждены, что это убийство. Но, тем не менее, власти отказались проводить расследование. То есть уголовное дело по факту его гибели даже не было открыто. Прокуратура сразу заявила, что это самоубийство, отказавшись вообще рассматривать какие-либо версии того, что журналист мог быть убитым. Вы уверены, что его убили за его журналистскую деятельность? Я убеждена, поскольку я Олега знала более 20 лет на тот момент. И я могу сказать, что он просто никак не мог покончить с собой. Тем более в такой момент, накануне президентских выборов. И я напомню, что Олег был одним из руководителей избирательной кампании кандидатов в президенты Андрея Санникова. То есть он дал согласие как раз-таки работать в этой кампании. И за несколько дней до как раз-таки объявления даты выборов, покончить с собой, ну это просто невозможно. То есть это было ни в характере, ни в стиле Олега. Поэтому, конечно, я убеждена, что это убийство. Сразу после выборов президентских 10-го года вы были тоже задержаны. И потом вы бежали из Беларуси. Если можно, два слова об этом расскажите. Ну, трудно вспоминать эти все. Хотя прошло уже действительно порядка 9 лет. Вообще давление на сайт-карте началось непосредственно где-то за год до президентских выборов. То есть, в общем-то, мы постоянно работали под давлением, в таких полуподпольных условиях. Харти никогда не регистрировалась в Беларуси. Наших журналистов и арестовывали, задерживали на демонстрациях. Но непосредственно вот в начале 2010-го года уже была объявлена такая тотальная война независимым журналистам. И в частности, Харти 97 как самому популярному интернет-ресурсу. То есть я могу объяснить, почему в 2010-м году. То есть, до 2010-го года Лукашенко уничтожал печатные медиа. Массово закрывались независимые газеты. Изначально сразу же было взято под контроль телевидение и радиостанции. А к 2010-му году власти осознали, насколько может быть, какое сильное влияние может оказывать интернет. То есть все больше и больше людей уходили в интернет в поисках независимой информации. Естественно, они это увидели. Увидели, насколько популярна Харти со своим свободным словом. Ну и решили на нашем примере показать остальным интернет-медиа, что может произойти, если вы будете рассказывать правду и так. Вот. Поэтому массово стали возбуждаться уголовные дела против Харти за публикации. Стали проходить обыски в редакциях. Причем во время одного из обысков меня избили просто. И ворвались без даже предоставления каких-либо документов и ордеров. Забирали технику. Все конфисковывали. Меня вызывали постоянно на допросы по этим уголовным делам. Уголовные дела возбуждались якобы на клевету, на чиновников. И уже непосредственно к выборам 19 декабря 2010 года против Харти было возбуждено и против меня лично где-то порядка четырех уголовных дел. То есть и вот последнее уголовное дело это было за организацию так называемых массовых беспорядков, которое было возбуждено против кандидатов в президенты, членов их штабов. И вот против меня в том числе как редактор оппозиционного медиа. Ну и уже по этой статье я попала в тюрьму ПГБ сразу же фактически после площади, на которую вышли десятки тысяч белорусов протестовать против фальсификации. Сколько тогда людей вышло в декабре 2010 года? По разным оценкам от 50 до 70 тысяч человек. То есть это было очень много людей. Но власти не позволили людям оставаться на площади. Потому что если бы они это разрешили, то, конечно же, на следующий день там уже было и 200 тысяч, и 500 миллионов. Вот. Была применена физическая сила. Против людей бросили ОМУН, спецназ, внутренние войска. Людей разогнали. Разогнать 50-70 тысяч человек это очень сложно. То есть какое количество нужно было быть задействовано силовиков? Большое количество силовиков. То есть я видела своими глазами, что силовиков было очень много. А вот чуть-чуть забегая вперед, сейчас опять президентские выборы в Беларуси. Собственно, это главная наша тема. Если сейчас фактически этот сценарий может повториться, 50-70 тысяч людей выйдут защитить свой выбор, и их просто могут опять пытаться разогнать? Я была убеждена, что выйдет гораздо больше людей. Абсолютно. То есть вот если посмотреть, то буквально за поширшую неделю на акции, митинги кандидатов в президенты Светланы Тихановской в общем-то в сумме вышло порядка 70 тысяч уже по стране. То есть и эти поездки будут продолжаться вплоть до 3 августа. Поэтому я убеждена, что на самом деле протестный потенциал сейчас огромный в беларусском обществе. И потом же мы учитываем, 19 декабря 2010 года, это все-таки была зима, было холодно. Но и ситуация 10 лет назад, она все-таки отличалась в экономике кардинально, да, то есть по сравнению с сегодняшним. А сгурно? Сейчас гораздо хуже. И мы учитываем, что Лукашенко уже 26 лет в власти. Сейчас мы видим, что действительно диктатор имеет те самые 3%. То есть и в общем-то поддержки и не более, да, 97% страны против него. То есть почему в общем-то к нему так легко приклеилось в Беларуси вот это прозвище Саша в 3%, да, потому что это совершенно очевидно, что у него нет никакой поддержки сегодня. То есть люди не видят вот этих каких-то лукашистов, да, которые видели ранее. Не видят среди своих родственников, не среди своих друзей, не среди соседей, не среди коллег. То есть единодушное, вот абсолютно единодушное такое отношение к власти. То есть ненависть, неприятие, желание перемен. Вот вы сказали до 3 августа, а между 3 и 9 по законодательству белорусскому нельзя проводить мероприятия, будет массово? Можно будет, насколько я знаю, но дело в том, что 4 августа начинается досрочное голосование. Ну и как раз-таки кандидаты в президенты призывают, кандидат в президенты Светлана Тихановская призывает не участвовать в этом досрочном голосовании, поскольку традиционно в Беларуси все досрочное голосование фальсифицируется. В общем-то все выборы в Беларуси фальсифицируются, и результаты голосования в основной день, но во время досрочного, то есть это сделать гораздо проще. Ну и власти традиционно сгоняют на досрочное голосование, как правило, сотрудников бюджетной сферы, военнослужащих, милицию, то есть людей там, от них глубоко зависимы. Я чуть-чуть вернусь назад, просто чтобы закончить. После декабрьских событий 2010 года вы провели тогда сколько в СИЗО КГБ? Порядка двух месяцев. Потом еще два месяца была подписка о невыезде в городе Коврине, это город моих родителей, мне запретили жить в Минске. И потом я сбежала перед судом. Вы понимали, что вас осудят? Ну я, во-первых, понимала, что меня осудят. То есть я не столько боялась тюрьмы, сколько вот этого короткого поводка, на который режим Лукашенко сажал тогда и журналистов, и активистов оппозиции, которые, если не попадали в тюрьму, то они попадали под условный срок. И, в общем-то, под серьезный такой каток давления и шантаж. И я поняла, что я не хочу вот таким образом работать, просто Дейхартия, в общем-то, не смогла бы работать в таких условиях. То есть и пришлось бежать, естественно. Вы бежали через Россию, правильно? Да, потому что у меня не было другого варианта. А вы не опасались того, что Россия могла вас выдать? Вообще, как вот происходит? Насколько режимы, ведь, насколько мы знаем, база данных белорусского погранслужбы и российской погранслужбы общая, ну и достаточно глубокое проникновение российских спецслужб на территорию Беларуси. С территории Беларуси похищали украинцев, например, история Павла Гриба и так далее. То есть как это было тогда и как это сейчас? Ну сейчас я бы не рискнула поехать через Россию, однозначно. Тогда была совершенно другая ситуация, у меня не было выборов. Я напомню, что мой паспорт оказался в тюрьме КГБ, и я никак не... То есть они мне просто его не отдали после того, как освободили под подписку и не вывезли. Это было единственное направление, куда вы могли пересечь границу. Да, никакую Польшу или Литву меня без документов бы не выпустили. Никакие дипломаты на машине меня бы не вывезли. Поэтому у меня был один единственный вариант, это своими силами пытаться бежать через Россию на Запад. То есть я из Москвы уже пытаться решать вопросы, то есть обращаться в посольство западных государств с просьбой меня вывезти. Поэтому это был единственный вариант. Я тайком выехала из Белоруссии в Россию. И там я, конечно же, очень боялась, что меня могут выдать, даже на тот момент. Но вы учитываете, что тогда политическая ситуация в России была все-таки немножко полегче, чем сейчас. Президентом был Медведев. Был такой период якобы либерализации. Во всяком случае, да. То есть Западу Россия пыталась демонстрировать некую добрую волю, некие шаги к демократизации и прочее. То есть при Медведеве. И тогда им выдавать независимого белорусского журналиста режиму Лукашенко как-то совсем было не с руки. Более того, тогда я напомню, что даже МИД России призывал Лукашенко освободить политических заключенных и прекратить репрессии. Вот. То есть, почему они это делали? Ну, опять же, потому что в рамках вот этого налаживания диалога и отношений с Западом. Потому что тогда весь Запад осудил Лукашенко вот за ту жестокость, которую вот он... Которую он отнесся и к демонстрантам, и к кандидатам президенту. Сейчас вы имеете статус политического... Имеете политическое убежище в Польше? Да. Сейчас у меня политическое убежище, ну, не в Польше, а в Литве. А из Польши мы работаем с 2012 года, потому что нас пригласило Министерство иностранных дел, предложили поддержку. Вот. Ну, и с тех пор мы работаем отсюда. Но... Вы гражданин Беларуси? Вы захороняете гражданство Беларуси? Да. Я захороняю гражданство Беларуси, хотя уже в следующем году я имею право взять гражданство Литвы, но я не буду этого делать. Вот. То есть я хочу сохранять свою беларусскую гражданство. А, извините за вопрос, а источники финансирования вашего издания на сегодня вот за эти три годы? Эти вопросы очень интересовали КГБ в Беларуси. Источники финансирования, их очень не хватает. Вот. Это постоянный поиск просто денег, потому что, к сожалению, сегодня беларусские независимые журналисты, они не могут зарабатывать деньги, как там те же украинские медиа на рекламе. Вот. Поскольку мы понимаем, что беларусский бизнес боится рекламироваться на независимых сайтах, более того, им запрещают это делать. То есть это чревато для них серьезными проблемами. Плюс нужно учитывать, что хартия блокируется частично в Беларуси, соответственно, доходы от такой рекламы ничтожны. Вот. И поэтому, конечно же, мы сейчас постоянно в поисках финансирования обращаемся в различные фонды поддержки демократии и независимых медиа, в западные фонды, конечно же. Поддержка недостаточная, поскольку, ну, вообще, как бы, Беларусь вышла как-то из сферы интересов сегодня западных фондов. И поддержка, если оказывается, то мизерная. И поэтому каждый год это у нас, конечно, проблема вот дотянуть и работать, хотя при этом мы остаемся и мы знаем, что мы делаем нужное дело и остаемся самым популярным оппозиционным сайтом, как вы отметили. Но пока сложно, конечно. Поэтому будем рады любой поддержке, любой помощи. Если кто-то, кто нас смотрит, хочет поддержать, то я оставлю в комментариях ваши реквизиты и любой желающий сможет это сделать, поддержать ваше издание. И действительно его работа очень важна. Я возвращаюсь, мы проговорили, на самом деле вы очень похожи по своей истории на издание «Украинская правда». У нас есть такое издание, тоже его основатель и главный редактор первый был убит, Георгий Гангадзе. Тоже это произошло с участием власти, только здесь это убийство, в общем-то, частично расследовано, во всяком случае, понятно, кто был исполнителем и кто был организатором, хотя до заказчика дело не дошло. А так, в принципе, история, конечно, очень пересекается. И я специально провожу эту параллель для наших украинских зрителей. Им будет тогда понятнее, о чем мы говорим. Возвращаясь к выборам. Вот был десятый год и был определенный такой пик. И мы помним эти события декабря десятого года. А в пятнадцатом году как-то все прошло тихо. Или может быть мы из Украины, у нас в этот момент шла активная фаза российской агрессии против Украины. Но, может быть, мы это как-то не заметили? Ну, в 2015 году оппозиция решила бойкотировать эти выборы. И, в общем-то, выдвинулись тогда для участия в этих выборах только кандидаты-спойлер. А так был просто бойкот, который имел место. Действительно, люди и белорусы не пошли на избирательные участки. Реально явка была очень низкой. Но, тем не менее, Лукашенко продлил свои полномочия. Потому что тут надо еще учитывать, кстати, влияние событий в Украине. Потому что после нападения России на Украину, то есть Запад кардинально изменил свое отношение, в том числе относительно демократических изменений в Беларуси. То есть было принято решение, что лучше уж какая-нибудь стабильность диктаторам, чем вот эти непонятные для них революции, которые могут закончиться вторжением российских войск. То есть так объясняли свою политику западные чиновники. В кулуарах, то есть, может быть, не в открытую, хотя и в открытую тоже звучали подобные заявления. И, в общем-то, Лукашенко тогда, благодаря событиям в Украине, он вышел из международной изоляции. Потому что Минск стал площадкой для переговоров между украинцами и сепаратистами. И в этой ситуации с него были сняты... Извините, я вас поправлю, для нас это важно. Между Украиной и Россией. Там это трехсторонняя контактная группа Украина-Россия-ОБСЕ. Это Россия привлекает сепаратистов, называя их какой-то стороной, но их нет как стороны. Да, да. И опять же, вот... Для нас это важный нюанс. Да, это важный нюанс. Но благодаря этим переговорам все-таки в Минске, в общем-то, сепаратисты были легализованы, согласитесь. Легитимизованы. Потому что где еще с ними разговаривают, кроме как не в Минске? Ну, для нас, для Украины... Ну, так, просто для вашего сведения, представители Украины, что при прошлой власти, что при нынешней власти, они напрямую не разговаривают с так называемыми ЛДНР. Мы ни одной даже бумажки не передаем в руки им. То есть все общение происходит с российской стороной. А российская сторона имеет право привлекать, кого она считает нужным, как к неких там экспертов, консультантов, какую-то сторону. И она приводит их. То есть их нет как стороны. Мы с ними не разговариваем, мы с ними ничего не подписываем. Для нас это принципиально важно. Мы их таким образом не признаем. Они абсолютно нелегитимны. Но понятно, конечно, что действительно Лукашенко в полной мере воспользовался ситуацией в Украине. Это правда. И это касается и политических вопросов, и экономических. Когда сегодня, ну сейчас там коронавирус, но до коронавируса Минск, наверное, я не знаю, в разы увеличил пассажиропоток аэропорт, как пересадочная точка на Россию и так далее. То есть очевидно, что здесь Лукашенко максимально использовал сложившуюся ситуацию. Это правда. Да, 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 абсолютно. То есть 15-й год, вот это сочетание факторов привело к тому, что и бойкот, что как бы все прошло более-менее тихо. Ну, не тихо. То есть, в общем-то, эти выборы тоже не были признаны международным сообществом. То есть для нас Лукашенко – это нелегитимный правитель. Абсолютно нелегитимный правитель. И мы надеемся, что в этом году все-таки его нелегитимная власть подходит к концу. Но вы вот сейчас, грубо говоря, ну, я говоря словами «вы», белорусская оппозиция, имею в виду. Я понимаю, что в вашем лице их нельзя обобщать, но сейчас белорусская оппозиция пошла другим путем. Вы же тоже могли говорить о бойкоте. Но вы выдвинули нескольких кандидатов, выдвинулись кандидаты, они не прошли, их не зарегистрировали. Сергея Тихановского отправили в тюрьму, Виктора Бабарико туда же. Цепкало не зарегистрировали. И тогда подалась Светлана Тихановская, ее режим зарегистрировал. Так вот вопрос. То есть вы считаете, грубо говоря, это признание того, что в 2015 году стратегия была ошибочной бойкотом? Нет, ну согласно тому политическому моменту, в общем-то, это было нормально. Да, потому что измеряется же настроение в обществе, смотрится как бы ситуация и внутри страны, и внешняя экономическая ситуация. Я не думаю, что в 2015 году это была большая ошибка. Я считаю, что это была, в общем-то, нормальная стратегия. Но в этом году, то есть, в общем-то, еще год назад мы об этом говорили, о том, что Лукашенко крайне не популярен, и что в Беларуси будут массовые акции протеста. В общем-то, мы об этом говорили и в интервью, кстати, украинских медиа. То есть отношение было достаточно скептическим. И даже буквально несколько месяцев назад, два месяца назад, мне кажется, у меня было интервью на Украина 24 с Евгением Киселевым. И он сказал, я не верю, что в Беларуси что-либо может произойти. Вот, скорее, все равно поддержка Лукашенко огромная. Ну вот сегодня вот все скептики, они видят, что на самом деле происходит в Беларуси. Это правда. То есть тысячи людей выходят даже в маленьких абсолютно городках, да, где там 15 тысяч населения, но оттуда там, ну, выходят тысячи человек даже в таких населенных пунктах. Не говоря о том, что сейчас происходило в Гомеле, где вышло, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч человек просто на один митинг с кандидатом в президент. Это при том, что не было никакой там длительной, серьезной подготовки. Это произошло вот тут. То есть видно, насколько людям надоел, в общем-то, Лукашенко. И они готовы протестовать, потому что... А сколько можно? То есть они просто понимают, что иного пути, кроме как протест, кроме как улицы, сегодня нет. Никто не верит, что выборы в Беларуси будут честными и свободными. Понятно, что Лукашенко попытается в этом году их также сфальсифицировать, как он их фальсифицировал 26 лет. Другое дело, что мне кажется, что эта машина может дать сбой в этом году, потому что даже те же члены избирательной комиссии, они, в общем-то, уничтожат семьи. Они тоже видят вот эти акции протеста, они тоже видят настроение людей и понимают, что, в общем-то, им будет очень тяжело жить потом в этой стране, если они подтасуют результаты выборов. Вот я чуть-чуть возвращаюсь назад. Вы сказали, в 15-м году шла речь о том, что закончится какая-то революция, а мы понимаем, что это один из потенциально возможных сценариев, может, российским вторжением. Сегодня это же тоже может произойти? Когда украинцы выходили на Майдан, они просматривали, рассчитывали вот эти все варианты, и вот если бы им сказали, вот они решили, что да, будет российское вторжение, украинцы бы вышли? Или бы оставались? Вышли бы. Вот так белорусы выйдут. Я убеждена, что мы сможем защитить не только свою свободу, но сможем защитить свою независимость. Но я не думаю, что в этой ситуации Путину сегодня нужно еще вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Он понимает, что это чревато для него еще более сильными санкциями. Это в том числе вернет фокус международного внимания и ситуацию на Донбассе. И мне кажется, он понимает, что ему не поздоровится, если он попытается сейчас захватить еще одну страну. С другой стороны, я, дай бог, чтобы это так было, но с другой стороны, я понимаю, что Путин, для Путина Беларусь, которая восстала и демократически избирает себе президента, это его тоже страшный сон. Как для него страшный сон, это украинский Майдан. И это очень плохой пример в его глазах для самих россиян. Ну, у него же страшный сон, это Хабаровск, который тоже который день протестует, которую неделю, да. И понятно, но он не может на это никак влиять, потому что, ну, все, старый мир рушится абсолютно. Но не могут вот эти диктаторы даже при российской поддержке находиться у власти 25-30 лет. Это нереально. Мир совершенно другой. Выросло новое поколение. Поэтому это все будет рушиться. И он не в состоянии, я сейчас имею в виду Путина, удержать вот этих всех своих церков на своих местах. Они сами вынуждены быть гибкими в этой ситуации. Как вы думаете, почему режим Лукашенко все-таки зарегистрировал Тихановскую? Ей ведь тоже могли отказать. Ну, он зарегистрировал ее, потому что он думал, что это слабая женщина. Но они просчитались здесь. И они не ожидали, что будет такая поддержка со стороны политических структур, оппозиционно-демократических структур, со стороны простого народа. Они не учли, что Лукашенко настолько достал людей, что они готовы голосовать действительно за любого приличного кандидата. А Светлана Тихановская, она единственный сегодня кандидат, не спойлер, потому что там пошли еще несколько человек, однозначные спойлеры. Вот и жена политического заключенного, человека, которого уважает вся Беларусь, Сергея Тихановского. И люди сейчас идут, да, идут и готовы бороться за то, чтобы эта женщина пришла к власти. Тем более она предлагает, говорит о том, что она не хочет быть политиком, не хочет быть президентом и предлагает там провести новые президентские выборы, но уже честные и справедливые спустя полгода. Вы принимали участие в том, что дети семьи Тихановских, их вывезли из Беларуси, насколько я понимаю. Да, я помогала. Светлана обратилась ко мне за помощью, мы смогли вывезти детей в одну из стран Евросоюза. Вы с ней находитесь на постоянном контакте, насколько я понимаю. Да. Вот ваши ощущения, потому что, ну вот, есть, я видел ее определенное выступление, сегодня будет ее выступление на белорусском телевидении, да, я так понимаю. Я видел ее выступление предыдущее. Как вы ощущаете ее динамику, ее прогресс? Как она себя воспринимает? Ну, динамика у нее фантастическая. То есть, она, видно, что человек учится, растет, да, постоянно воспитывает, как губка, очень хорошо. То есть, происходящее, то есть, до этого она, конечно, была далека от политики. Сейчас она действительно такой молодой, начинающий, но уже политик. Вот. Чувствует себя все более уверенно и во время интервью, и во время встреч с людьми, и во время митингов. Мне нравится вот то, как она развивается. В Украине, те, кто следят за событиями в Беларуси, не прошло незамеченным ее такой какой-то неуверенный комментарий по поводу Крыма. Ей был задан вопрос о том, чей Крым. Понятно, для Украины это является очень важным маркером. И она ответила, что де юре, юридически это Украина, фактически это Россия. Ну, и как бы, в общем-то, как-то постаралась уйти от этого ответа. В общем, этот ее ответ воспринят неоднозначно, я вам могу сказать. Конечно, но мы бы хотели услышать какую-то более четкую позицию. Как вы это объясняете, этот ее ответ? Ну, я никак не могу это объяснить, поскольку не я готовила для нее этот ответ. Ну, хотя я думаю, что она просто пыталась, наверное, обходить какие-либо конфликты в этой ситуации. Хотя мне кажется, что здесь не надо бояться, нужно прямо говорить, конечно же, Крым украинский. И в белорусском обществе это будет воспринимать абсолютно позитивно. Потому что сегодня большинство людей, которые выступают за перемены в стране, они, в общем-то, абсолютно проевропейские, проукраинские настроенные. Они понимают, что такое Россия. Поэтому здесь, конечно, я бы советовала всем нашим кандидатам в президенты и нынешним и будущим смело говорить о том, чей Крым. Чей Крым украинский. Спасибо за вашу позицию. Я этот вопрос задавал, конечно, не случайно. Для нас важно. Светлана Тихановская может стать президентом Беларуси. И нам ее позиция, конечно, очень важна. Но и также нам очень важно, и очень не хотелось бы, чтобы произошла замена одного режима в Беларуси на другой, более демократический, но абсолютно такой же сателлитный по отношению к Путину. То есть для этого для Украины будет глубоким разочарованием. И я думаю, не только для Украины, думаю, и для вас, и для здоровых сил. Как вы думаете, есть ли такая вероятность? Что придет в следующий режим и такой же сателлитный режим? Следующая власть, даже и пришедшая демократическим путем, пойдет на договоренности с Российской Федерацией и войдет опять в сферу внешней политики полностью поддержания линии Владимира Путина, замена невмешательства его во внутренние белорусские дела. Ну, знаете, давайте вот решать задачу по очереди, да, то есть по степени важности. То есть в первую очередь нам сегодня нужно освободиться от режима Лукашенко, потому что если он останется, то страна будет и дальше гнить, ничего хорошего, в общем-то, в Беларуси не будет. И вот в случае, если останется Лукашенко, можно однозначно говорить, что угроза независимости нашей страны, она усилится еще больше. И в общем-то, потому что вот эта экономическая слабость режима, она как раз-таки может привести к тому, что Путин сможет здесь купить оставшиеся предприятия, на которых они уже давно положили глаз и прочее, прочее. То есть и тогда вот потеря независимости может произойти окончательно. Вот, поэтому в первую очередь мы должны избавиться от этого режима. Что касается в дальнейшем, то я убеждена, что вот сейчас происходит вот не просто же политизация настроений белорусов, сейчас сформируется политическая нация. Сейчас вот белорусы наконец-то почувствовали себя гражданами, они понимают, что от них зависит будущее страны, и что за это будущее нужно бороться. И вот поверьте мне, вот с этими настроениями, с этим народом, вот просто так взять и войти, подписать там 31-ю или какую-то еще карту и заключить союз России и войти в состав России уже не получится. Я, например, убеждена, что Беларусь должна быть Европой. И огромная часть людей сегодня в Беларуси проевропейски настроена, и мы будем добиваться того, чтобы страна шла в Евросоюз, шла в НАТО. Безусловно, мы должны будем поддерживать добрососедские нормальные отношения с Россией, но только на равноправных условиях. Понятно. Ну, дай бог, что так это все получилось. Я хотел задать вам такой вопрос. В Украине Лукашенко до недавнего времени был, наверное, самым популярным политиком. Это удивительно. Когда-то у нас это был Владимир Путин на старте его карьеры в начале 2000-х. Но всегда в Украине Лукашенко был, в общем-то, позитивным персонажем. Я имею в виду в массовом восприятии людей. Ну, это ужасно, конечно. Да. И вот что могли бы коротко сказать людям? Потому что есть впечатление такое, что в Беларуси у всех есть работа. Вот у меня я буквально недавно видел человека, который через Беларусь, через Минск возвращался в Украину во время карантина. Так просто получилось. И он говорит, отличные дороги, хорошие дороги. Так вроде все чистое, чистая страна. Вот впечатление. Человек был в Беларуси там какие-то полдня. Ну, вот у него сложилось впечатление, оно не негативное. А вы говорите о том, что страна гниет, о том, что люди устали и так далее. Вот вы можете сейчас нашим украинским, основная аудитория наша с вами, общение сегодняшнего будет, это украинская аудитория. Что вы можете сказать про ситуацию в Беларуси? Может быть, коротко экономическую. Понятно, что нет свободы, это мы понимаем. Но вот экономическую для тех людей, которые считают, что бог с ними, с политическими свободами, если вовремя зарплата, отличные дороги и там качественная медицина, ну и хорошо. Ну, вовремя зарплата, ну, это значит, зарплата в районе 100 до 50 долларов при ценах, которые выше, чем в Украине. Это зарплата в регионах. В Минске может быть 300-500 долларов, да, то есть потолок. Нет средней зарплаты по стране даже в размере 500 долларов. Цены, опять же, так помню, выше, чем в Украине. Отсутствует частный бизнес, да, то есть нет частной инициативы, люди не в состоянии, не могут сами выжить в этих условиях. Все равно они зависимы от места работы. Кабальная контрактная система. Сколько пенсия? А сколько пенсия в Беларуси? Пенсия. Пенсия, вот, например, пенсия моей мамы 90 долларов, да, то есть стаж у нее огромный, она работала там с 18 лет, да. Это сопоставимо с украинскими цифрами примерно. Ну, посмотрите, но учитывайте цены, да, учитывайте цены, отсутствие частной инициативы, наоборот, репрессивное законодательство против бизнеса в том числе, да, то есть путаница постоянная в налогах и рост этих налогов, постоянные поборы с населения, сейчас рост еще пенсионного возраста и под угрозой вообще стоит, будут ли выплачиваться пенсии, да, потому что все больше белорусов, работающих белорусов уезжает сегодня за рубеж. Огромное количество людей выехали в Россию, в Литву, в Польшу на работу. Сколько о цифрах примерно идет речь? Есть какое-то понятие? Цифры, цифры, не менее полутора миллионов белорусов уехал. Для десяти миллионной страны? Да, для девяти с половиной миллионной страны, да. Вот, то есть на самом деле ситуация Ахаба, а все вот эти хорошие дороги, да, то есть там покрашенные заборы, это потемкинские деревни, понимаете, не более того. Потому что приезжайте в Беларусь, поживите здесь, вот после событий на Донбассе приехало достаточно много. Украинцев жить в Беларуси именно с тех территорий, и потом все больше и больше из них стали уезжать отсюда. Потому что они увидели, что такое лукашенковское чудо. Они увидели, как здесь работает экономика, вернее, не работает, да, и какая здесь ситуация с правами человека. И многие из них практически, большинство из них уже уехало из Беларуси. Вот, поэтому, если вам так нравится Лукашенко, ну заберите себе. Вот, но вопрос в том, что... Это не какая-то реальность, я не... Это правда. Вот сейчас, последний год, вот эти особенно митинги, я думаю, они меняют восприятие людей, когда люди видят, что тысячи белорусов вышли на улицы. Но в целом, я вам назвал, особенно для юго-восточной Украины, Лукашенко это, в общем, герой позитивный. Это нужно понимать. Ну, так, 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 ну вот Саакашвили перебрался в Украине, можете Лукашенко забрать, вот после того, как в Беларуси произойдет полет, и мы его сбросим. Спасибо. Я надеюсь, что действительно его не будет, и я хочу, чтобы Беларусь была демократической, поэтому мы с коллегами создавали объединение за демократическую Беларусь, и готовы, и будем, чем можем вас поддерживать. Но просто мне хотелось, чтобы вы это рассказали людям, чтобы они услышали, что, променяв свободу на кусок колбасы, кончится это обязательно тем, что колбасы тоже не будет. Свобода не вернется, а колбаса обязательно закончится. Да, колбаса-то бралась с российских денег, вот, то есть мы превратились фактически в российскую сатрапию, да, то есть вот, потому что режим Лукашенко держался не на каком-то, не было никакого экономического чуда, он не проводил никаких рекорд. Все эти годы его режим держался исключительно на российских дотациях, это и дешевая нефть, и газ, и, в общем-то, кредиты безвозвратные, то есть огромное количество, миллиарды, сотни миллиардов долларов были именно брошены России в эту страну, да, в обмен на абсолютную политическую лояльность, заключение союзного, создание союзного государства. И, в общем-то, сейчас мы находимся в такой политической, военной, экономической кабале, да, и то есть и все это вот, вот это было, вот это было, сейчас просто уже Россия не в состоянии финансировать таким образом режим Лукашенко, почему мы видим сегодня кризис, да, потому что он не хочет идти на реформы, а денег уже в него никто не вкладывает вот в этот его падающий режим. То есть это тоже очень важно понимать украинцам, да, то есть откуда вот это было, что бесплатные сэр бывают только в мышеловке. Это правда, но вот какое ваше, возвращаясь все-таки к России, мы опять его коснулись, не может быть, что в России нет какого-то плана действий, в случае, если, вот как вы видите, какой план действий России после 9 августа. У нас есть два сценария. Сценарий первый, Лукашенко объявляет себя снова президентом и протесты удается подавить. И сценарий второй, Лукашенко объявляет себя президентом и протесты сносят его власть. Вы верите в третий сценарий, что объявляет Центральная избирательная комиссия результаты, что победила Тихановская, Лукашенко? Так вы считаете это возможный сценарий? Я знаю, что белорусы должны отстаивать свои голоса на площади. То есть нет других вариантов. То есть речь придет к протестам. То есть у нас есть опции. Либо люди остановят фальсификацию выборов, либо не смогут это сделать. Какие здесь сценарии России? Я понимаю, как вы думаете, как человек, который много лет наблюдает. Действительно Россия вложила в Беларусь достаточно много денег. И для России это важный сателлит. Вы абсолютно правильно все сказали. И я не думаю, что Россия готова, чтобы сейчас это все превратиться в пыль, и страна пойдет вот этим проклятым путем в Европу и НАТО, как это делает Украина, за что Путин нам простить не может. Не знаю. Мне кажется, что возможно Россия вообще никак не будет вмешиваться в ситуацию. Я заметила, что они сейчас заняли такую выжидательную позицию. Просто наблюдают за ситуацией и просто смотрят, что из этого выйдет. Поэтому мне кажется, что вмешательства не будет, и я очень на это надеюсь. Поэтому сейчас, в общем-то, все зависит от белорусского народа. Если люди выйдут защищать свои голоса, то тогда никто не сможет вмешаться. Мы можем рассчитывать только на международную солидарность и поддержку. И она будет со стороны Европы, она будет, я убеждена, со стороны США. Она будет и вынуждена будет присоединиться в конце концов и России. Ситуация, когда белорусы выйдут и отстоят свое право на честные и свободные выборы. Дай бог. Мы все надеемся, хотим, чтобы все было в Беларуси хорошо, чтобы Беларусь была демократической, свободной страной. Очень хотелось бы увидеть, как мы вместе с вами вступаем в Европейский Союз и живем в европейской семье по тем ценностям, которые... Но сегодня им нет альтернативы. И очевидно, что русский мир продемонстрировал свою полную неспособность предоставить что-то людям. У русского мира есть несколько разных лиц. Одно из них — это лицо Александра Лукашенко. И вот белорусы массово, десятками тысяч людей говорят сегодня, и этому лицу нет. Как последнее, может быть, вы хотели бы с чем-то обратиться к нашим зрителям? И что вы ждете, может быть, от Украины? Какое-то ваше мнение, позиция, не знаю, обращение? Слово вам. Мы всегда были с украинским народом в его борьбе за свободу и независимость. И я просто призываю братьев-украинцев быть вместе с нами в это трудное время. Нам очень нужна ваша солидарность и поддержка. Спасибо. Мы желаем вам удачи в вашем лице всему белорусскому народу. Мы очень хотим, чтобы выборы прошли мирно и демократично. Мы очень хотим, чтобы, если воля народа, ее захотят переписать, чтобы это не удалось сделать, чтобы люди смогли отстоять свой выбор. Ну, а там будем смотреть, и действительно, что от нас зависит, будем делать для того, чтобы поднять белорусскую тему и привлечь к вам внимание. Спасибо большое, Наталья, и до следующих встреч. Спасибо, Алексей. Слава Украине. Героям слава. Живей Беларусь.